Вас приветствует арт-кафе «Господин Ветер» и мы продолжаем наше увлекательное погружение в мир самых эксклюзивных арт-сессий. Почему это стало возможным? А потому что существует в мире арт-кафе «Господин Ветер». И я представляю вам нашего гостя Сергей Канунников, поэт, автор, исполнитель. Серёжа, здравствуй, спасибо, что ты выбрался, нашёл время и забежал в наше арт-кафе. Здравствуйте. Серёж, ну что ж, тебе слово. Начинаем, как всегда, с песни. Это песня, которая была непосредственно написана на Куликовом поле, благодаря тому, что есть люди, которые делают там Всероссийский фестиваль авторской песни. Я знаю, что ты к этому причастен непосредственно, и более того, являешься его практически основателем. Ну вот, год назад произошло такое событие, что после очередного нашего визита туда я написал такую песню. Не голосом княжем зван на поле великое, но ликом на знамени полковом. И грубая сталь сахи оторвана от земли, и стень перекована кузнецом. По Волге до Ладоге плывут по воде венки, невесты счастливые по весне. И лепятся к берегам, из пушки до теремки, и до птичья в синеве карусель. О том, как пророчили вороны кару в рагу, и как в глину врастали ногами-корнями, цепляясь за каждую сажень. Пройдя сотни верст, волны дона расскажут, Как страх забрала в черный омут не прядва, И ночью спалила в кострах отрожженных до тла. И как мама меня отмолила, и та, что тайком назвала нареченной. И алая кровь, что струится по венам, И родины кровь, что струится по рекам, Едины, поскольку дано человеку пить реку, И кровь проливать в эту реку. Не волосом долгим сет, а глубиной памяти, Я слеп, если нечего вспоминать. Так прадед жив в правнуке, и правнук жив в прадедом, Ушедшим за правнуков воевать. Не волей своей сильна, а благословением, Покровом хранима во все века. Безбрежно и широко, добром и прощением, Держава величьем исполнена. В зеленых кольчугах деревья вдоль русла, Поднявшие небо руками, ветвями. И русский язык от истолка до устья Искрит со словами, жив голосами. По Волге до Ладоге плывут по воде ленки, Невесты счастливые по весне. И лепятся к берегам избушки до теремки, До птичьи в синеве карусель. По Волге до Ладоге плывут по воде ленки, Невесты счастливые по весне. И лепятся к берегам избушки до теремки, До птичьи в синеве карусель. Сергей Канонников, дорогие друзья, Настоящий аутентичный бард. Ну что ж, во второй половине 14 века Русские обогнали монгол-датар в гонке вооружений, Был изобретен знаменитый новгородский самострел, И стали, не боясь, выходить драться с татарами. А в 1380 году произошло событие, Которое перевернуло всю историю, Точнее, Древняя Русь превратилась в великую и могучую Россию, А именно, Дмитрий Иванович Донской, Московский князь, собрал войска, Собрал войска, сделал потешный смотр под Коломбой, И двинул на Куликово поле. И там состоялось вот это кровопролитное, страшное сражение. Сейчас историки по-разному говорят, сколько было с каждой стороны, Какая численность была с каждой стороны. Да, собственно говоря, не в этом, А в том, что самая лучшая армия мира была, Была, наконец, разбита, разбита в таком, в блестящем стиле, я бы сказал, да, По всем правилам войны, И темник Мамай получил по заслугам, Но, к сожалению, до Куликово поля были другие страницы, Не очень, не очень веселые, мягко говоря, да, Вообще трагические истории, это 1238 год, Когда монголы пришли на Русь, И я знаю, что у тебя есть песня на эту тему, Песня о героической обороне Рязани. Есть эта песня, но хотелось бы вот о чем сказать, Что во всей этой истории, которая происходила в 14 веке, Больше всего волнует то, что Мамай был действительно всего лишь темником, А великим ханом был Тахтамыш. Мы знаем, что через год великий темник Мамай был уничтожен никем иным, как Тахтамыш. Вот, и, в общем-то, говорить можно... Но Мамай был зарезан в кафе. Ну, я имею в виду остатки его войск. То есть остатки его войск были уничтожены именно ханом Тахтамышем. То есть мы знаем о том, что сражался царевич Мгис на стороне Дмитрия Донского. Мы знаем о том, что существовало мощнейшее государство на территории современной России. Которое... Меня впечатлило описание Яма. Знаешь, Леш, содержать 400 лошадей на протяжении одного конного перехода на главных направлениях Не могло позволить себе на тот момент ни одно европейское государство. Об этом, кстати, многие историки и писали. И я думаю, что суждено еще многие-многие страницы открыть той истории, которая происходила в 14 веке. И еще одно хочу сказать. Очень часто мне приходится выступать, что я делаю с огромным удовольствием в Татарстане. И в Казани, и вот буквально на следующей неделе мы едем в республику Мариэл. Это недалеко от Казани. На границе проходит фестиваль памяти Андрея Баранова. И я хотел бы спеть сейчас не песню о Калаврате. Я хотел бы спеть сейчас другую песню, которую написал на реке Юшут. Это река, которая проходит по территории Мариэл, куда приезжают такие современные пассионарные люди, если можно так сказать. Ну да, почему нет. Сплав на плотах, люди на майские выходные собираются с окрестных регионов со всех, и в общем-то на всевозможных плавучих средствах сплавляются по этой реке. И приходят, собственно, на стоянку к первому числу, и там происходит импровизированный концерт, который делается на одном энтузиазме. И туда приезжают, в общем-то, очень разные люди, которых можно увидеть и на Грушинском фестивале, и на многих таких серьёзных площадках в стране. А после первого своего визита на эту землю, мне как-то посчастливилось написать песню, которую я назвал «Тайга». Очень много было там общений у костров с очень интересными людьми, которые просто представляют эту культуру, скажем так. И, наверное, как-то земля что-ли благословила. Мне придётся сейчас немножко перестроить гитару. Ну, как ты считаешь, пока перестраиваешь, перенастраиваешь струны, как ты считаешь, в какой фазе этногенеза сейчас находится Россия? То есть мы пережили свою акматическую фазу, или всё-таки у нас ещё всё впереди? Сложный вопрос. Потому что мне интересно твоё мнение, как историка и как человека, поющего на эту тему. Сколько нам ещё фаз переживать нужно, чтобы, наконец, стать хозяевами на той земле, которая нам принадлежит по праву? Сложный вопрос, Лёша. Наверное, нельзя здесь говорить однозначно. Потому что есть представители, скажем так, и той иной фазы развития, наверное. И здесь... Ну, рядом с пассионарием всегда ходит субпассионарием. Не могу я, не хватает мне настолько исторических знаний каких-то, или понимания, какого-то структурного анализа. Я, в первую очередь, музыкант, а не историк. И как музыкант я вижу огромный пласт культуры, который существует у нас в стране, но он существует независимо от государства. Он существует, скорее, вопреки. Ну, даже независимо от того медийного пространства, да, радииного, он живёт, потому что он живёт. Да, как у Портоса спросили. Портос, почему вы делёте? Да. Идируйте, потому что идируйте. Так же и там. Люди, да, люди поют, потому что они поют. Потому что у нас в стране люди любят петь. Да, ну и, кстати, хотелось бы рассказать о том, что, на самом деле, самое важное в любой войне, это её окончание, её завершение, это то, что наступает мир. А мир наступает, наверное, только тогда, когда наступает духовная победа. Не только в человеке, но, наверное, в целом народе. И то, что я сейчас наблюдаю в Казани, вот это смешение культур, которые живут рядом с друг с другом, это и мусульмане, и христиане, и буддисты. И всё это в гармонии, в мире, с уважением друг к другу. Там происходит... Ну, это и есть показатель суперэтноса, как бы, да? Настоящее культурное движение. Там очень много всего. Там универсиады, кстати, будет очень скоро, и поэтому там готовятся. Там есть куча своих минусов, конечно же, как и везде. Они такой же срез нашего государства, как, собственно, и любой регион можно взять, у них те же беды и проблемы. Но как они выходят из этих проблем, как они справляются со своими бедами, это достойный пример, безусловно. А мне хотелось бы спеть вот эту песню, прежде небольшой эпиграф, конечно, на татарском языке «Я тебя люблю» звучит как Минсина и Ротан. Я ушёл на легке, скарб оставив врагам в ворох сброшенных шкур. На чужом языке слово скажет ворогам, словно старец уйгур. Рвёт простор и хамус, сброшен с шеи хамут, лезнет в хлябе нога. Я мотаю на уз, чтоб во лжи не тонуть, чему учит тайга. Хвойный до неба храм с куплом рыжих звёзд, пляшущих в синеве. Плячет вяза гора, комья грачиных гнёзд в узловатой руке. Мне мой волчий разбой не укрыть темнотой, всюду глаза горят. Будто кто-то живой, под опавшей листвой, дышит сыра земля. Мой соколиный взмах не оборвёт стрела, но пробудет вас след. И сверкнув у виска, цель продолжит искать, продырявив рассвет. Узел свежу дугой, всё, что забрал с собой, всё, что изведал сам. Реку под радугой, да зари золото, певчие голоса. Горный хрусталь ручья, плите оленьих троп, пёструю пряжу трав. Птичью мою печаль в песне света и утром хлеб солёный у рта. Так и буду шагать по квадратам холста к черно-бурым холмам. И в дороге уста не устанут шептять, мин сына яра там. Здорово, здорово. Но как раз, когда мы говорим о национальном многоцвете, тебя оно, конечно, и притягивает в первую очередь, насколько я понимаю. А что касается Куликова поля, ты знаешь, те татары, современные татары, которые сейчас астраханские, казанские, они же никакого, по большому счёту, не имеют отношения к тем древним татарам, которые были именно монгольского происхождения. Вот, поэтому, мне кажется, здесь, собственно, ничего, ни для кого обидного-то нет. А ты приезжаешь из года в год на Куликово поле. Я знаю, что ты любишь этот фестиваль, это место, и будешь приезжать всегда. Значит, что-то там есть такое, что тебя притягивает, является для тебя чем-то, ну, может быть, главным, становым, стержневым. Вот. Вот на эту тему я хотел бы с тобой как раз поговорить. Вот, когда ты приезжаешь на фестиваль, что-то испытываешь? Куликово поле для меня не только место. Дело в том, что в самом музее-заповеднике работают очень интересные люди. Люди, которые прошли, наверное, огонь, воду и медные трубы. Это отставные военные, которые побывали в Афганистане и в Чечне. И ещё один момент. Там же стоит очень много лет уже лагерь казачьего донского войска. Станица Новоспасская непосредственно привозит туда ребят из детдомов, откуда они их только не набирают. Занимаются непосредственно той работой с молодёжью, которой у нас сейчас очень сильно не хватает везде. То есть настоящие, без всяких, без дураков, как говорится. И люди действительно тянутся именно за вот этим казачьим движением, которое, ну, не знаю благодаря чему. Наверное, это историческое свойство русского народа. Вот когда наступают тяжёлые времена, объединяться в какие-то независимые абсолютно вот такие субэтносы или, я не знаю, субкультура. К чему отнести казачество? Ну, казачество, да. Когда-то это были хазары, потом бродники, а после бродников они стали казаками. А что это такое, до сих пор никто не знает, что это за консорция такая, да? Да, собственно, дело не в этом. Лично для меня Куликово поле – это место, где я очищаюсь душой. Вот где какие-то моменты, где вот уходит какая-то вообще из души вот эта вот ненужная накипь. Злоба, ненависть какая-то, которая в городе накапливается. Это безусловно. И тут даже дело не в только, потому что мы поехали на природу, а вот именно в само место, когда я стою над каменным изображением битвы, у меня, конечно, сердце заходится. То есть ведь это же, как бы там ни было, это было лучшее войско мира тогда. Это китайское оснащение, это китайская медицина, это все. Это высший пилотаж, как мы сейчас говорим, да? И победа, победа нам досталась дорогой ценой, но тем не менее, ты знаешь, я сейчас уже оценимало, думаю, я думаю о том, что она вообще состоялась, что вообще с Куликового поля началась Россия. И то, что мы туда приезжаем петь, это знак, это знак. По крайней мере, там решилась судьба этого государства, судьба нашего народа, судьба... Там решилось то, что мы сейчас с тобой на русском языке разговариваем. Да, да, кстати говоря. И на самом деле не только место. Я почему сказал сначала о казаках, о этих сотрудниках музея и вообще о людях, которые приезжают. Потому что не только место создает вот эту атмосферу, но и люди, которые туда приезжают, действительно, там очищаешься душой не только из-за того, что само место навевает. И еще и собеседники, с которыми ты сидишь рядом, они способствуют этому. Ну да, да. Там вообще люди начинают думать по-другому, да, петь по-другому. Ну так вот, я хотел бы еще все-таки послушать песню. То есть на халавраты ты меня все-таки вытягиваешь. Мне опять придется перестроить гитару, извините. Но это достаточно сложный процесс. Да ты что. Поскольку тут три струны. А я пока вернусь к 1238 году. Героической обороне Рязани. Рязань, которая, в общем-то, в одиночку, наверное, встретила, да, войска Батыя. По-моему, там муромские князья участвовали, да. И после разгрома Рязани, после сожжения, Евпатий Калаврат... Евпатий Калаврат начал преследовать. Да, боярин Черниговский числом, всадников было около тысячи. Ну, говорят, там были еще присоединившиеся как раз населенцы, которые жили в окрестных лесах, деревнях. Трое суток он сражался против этой армады. И только... Трое суток вот с помощью стенобитных орудий, как в повести разорения, в общем-то, Батыя вам земли Рязанской нам повествует, удалось сломить сопротивление этой горской людей, камнеметных, точнее, и... Ну да, камнеметных. И одержать победу над, собственно, Евпатия Калавратом. Ну, это была, конечно, первая победа. И хан Баты это понимал. И до нас дошло это событие только благодаря тому, что он был, на самом деле, видимо, благородным человеком и достаточно высоко духовным развитым. Ну, он был степным аристократом, и там было вообще понятие чести у монголов гораздо более высокое, чем у европейцев, кстати говоря. И он сказал о том, что пятерым оставшимся живых радникам он завещал похоронить тело Евпатия Калаврата со всеми воинскими почестями. Ну, собственно, Калаврат... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, выходи, ну, хватит молчать, выручай, да некого выручать. По слезам считай, сколько стоит месяц, По следам ступать, словно волчья цыць, Будет мир горой, несет ворон пись, А в лесной тропе крадется брызь, И дождутся времени топоры, И займется царевым вражей стан, Будут петь в веках песни пустыры, Как сражалась тысяча против ста. Новая гроза из-за черных врат, Выходи, место займи их строю, Рядом станет пращий, Развое колобраций, Выходи, место займи их строю, Рядом станет пращий, Развое. Сережа, большое спасибо, Что нашел время, выбрался к нам. А мы будем всегда рады видеть тебя В арт-кафе «Господин Ветер». Спасибо, Леша. Я прощаюсь, дорогие друзья. Смотрите арт-кафе «Господин Ветер».